Рязанцы почтили память павших во время блокады Ленинграда. В день 72-й годовщины ее снятия, 27 января, возложить цветы к Скорбящинскому мемориалу пришли ветераны-блокадники и их родственники, школьники, представители региональной и городской власти, общественных организаций. Начавшись с минуты молчания, церемония прошла немногословно. Под звуки оркестра курсанты первыми возложили к памятнику корзину с цветами и венок от регионального правительства. Вслед за ними цветы оставили вице-губернатор Сергей Филимонов и председатель Совета Рязанской областной общественной организации и жителей блокадного Ленинграда Геннадий Соколов. Завершили церемонию возложения школьники и ветераны. Они оставили печенье, хлеб и конфеты. Вообще, сегодня в Рязани в течение всего дня проходили памятные мероприятия, но бесспорно наиболее ярким из них стала акция под названием «Блокадный хлеб». Ее цель – почтить память тех, кто погиб во время блокады Ленинграда. Мы такого, что даже, конечно, не ожидали. Думали, ну, придет. С праздником вас. 20. С днем Волгинской славы. А вот пришли вот целую очередь даже стоять. 125-граммовые кусочки хлеба, приготовленного по оригинальному рецепту, волонтеры раздавали всем рязанцам, желающим попробовать на вкус блокадные 125 граммов. Таковых оказалось немало. К стойке выстроилась настоящая очередь. Только вот рязанцы сегодня разговорчивостью не отличались. Настроение было, с позволения сказать, смешанным. Да, молодежь, они даже историю-то не знают. Они сейчас все на кнопочки нажимают, уши заткнули. Чего? Какая библиотека? Чтобы вот, которые на Украине, вот эту историю нашу перепислили. Чтобы все это было правдой, чтобы все это знали люди. Я так думаю. Ребята, чьими силами была организована акция, читали стихи о блокадных днях, зачитывали стройки из дневника Тани Савичевой. Особую атмосферу, помимо непередаваемого аромата свежеиспеченного хлеба, создавали вот эти ребята. В настоящих тулупах, в настоящей форме и с настоящим оружием военного времени. И как только мы забудем, так и, наверное, и России не будет. Поэтому день значимый, интересный, важный. И, естественно, мы при подготовке подошли с полной ответственностью. Соответственно, у нас ребята и в форме того времени, в одежде, в касках, оружие той эпохи. То есть полностью ответственно ребята, наши поисковики, реконструкторы подошли к организации и проведению данного мероприятия. Потому что для нас это реально важно. Организаторами акции выступили региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», общественная организация «Российский союз молодежи» и Рязанская общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» при поддержке Министерства молодежной политики. Как заявили участники, организаторы акции планируется, что теперь она станет доброй традицией. Чтобы потомки помнили, чтобы знали вкус блокадных 125 граммов только так, по-мирному.